МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Итоги 2023-го. Глава города отчитался об итогах прошлого года. Они – основа экономики. Подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель». Саров присоединился к всероссийской акции «Ночь в музее». Далее расскажем обо всем подробно. В прошлом году Саров выполнил свои государственные задачи. При этом был отмечен на высоком уровне почетным штандартом губернатора как лучший муниципалитет Нижегородской области. Минимум четыре раза принимал важных персон страны, таких как президент и председатель правительства РФ. Вырос уровень средней заработной платы. Такие данные привел глава города в своем отчете за 2023 год на заседании Думы. Бюджет города внушительный, но его все равно не хватает. Две трети направлены на образование. Особенно остро стоят вопросы строительства нового жилья и ремонта дорог. За 2023 год удалось реализовать ремонт дорог на 120 миллионов. Понятно, что этого недостаточно и надо работать дальше и дальше. То есть очень хорошо зашли программы. Вам решать, в случае которых удалось реализовать семь дворовых территорий. И не самая заметная вещь, но не могу не сказать. Очень хорошо реализуется программа памяти поколений. Это, наверное, второй-третий год. Мы находим, участвуя в данной программе, благоустраиваем наше городское кладбище. Понятно, что не самое публичное место, но оно требовало тоже очень большого внимания. И с помощью вот этой программы и вот именно надлежащего ее исполнения удается там дорожную сеть восстанавливать. Ну, а главное, убирать аварийные деревья. По мнению главы города, все показатели, над которыми работала администрация, достигнуты. Но есть несколько муниципальных программ, по которым не удалось показать высокий уровень. Самая больная тема – Саровские долгострои, признает Алексей Сафонов. В связи с этим депутат Алексей Городничев выступил с предложением оценить работу главы города как неудовлетворительную. У нас есть два детских сада, которые мы до сих пор, администрация Думы, не можем сдвинуть с мертвой точки. 21-22 микрорайон. У нас нет дворца, брак, сочетание в городе Саров. Какой-то пристрой, мелкий ЗАГС. Школа будет не сдана. Ну, дорога улицы Нигина – это просто, ни в какие ворота. Улица Чикавова, Чапаева кирпич висит. То есть, то ли сдана, то ли не сдана. Коробка Сокол. Остальные депутаты предложения Алексея Городничева не поддержали. Глава объяснил, что на своевременную сдачу объектов повлияли несколько факторов. Нехватка рабочих и строительных ресурсов, постоянная корректировка проектов из-за проблемы оценки сроков и финансирования. Жители города также волнуют вопрос содержания водоемов. Несколько лет назад в разных программах, в доверенном Нижегородской области, что городская администрация принимала попытки включить реконструкцию САФИСа в эту программу. Насколько я понимаю, были задачи до 100 миллионов рублей, чтобы это дело начали. И вот начали, и благополучно бросили. И вечно проживают последние годы в своей жизни, чтобы будет снижать и благополучно. Также печальная ситуация, когда озеро Попяшка, оно в каждом году все открывается. И вам становится все легче и легче. Алексей Сафонов отметил, что администрация занимается вопросом восстановления водоемов, но полномочий к проведению работ не имеет. Вместе с Росводресурсом чиновники разработали схему очистки САФИСа и Саровки. На этой неделе ожидается визит министра экологии Нижегородской области для оценки текущего состояния водоемов, включения их в программы по реконструкции. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В первом квартале текущего года Банк России выявил в Нижегородской области 10 субъектов с признаками нелегальных кредиторов. Восемь из них выдавали займы под залог имущества под видом комиссионных магазинов. Как отмечают сотрудники банка, подобные практики были распространены и в прошлом году. Кредиторы под вывеской комиссионного магазина оказывали услуги ломбарда без специального разрешения, не соблюдали законодательные требования к ломбардной деятельности. Для их клиентов это грозит завышенными процентами и потерей заложенного имущества. Настоящие ломбарды выдают средства под проценты, не превышающие установленные значения. Имущество, которое становится предметом залога, страхуется. Для их клиентов это в первую очередь грозит штрафными санкциями, высокими процентами и потерей заложенного имущества. Такие нелегальные кредиторы не состоят в реестрах участников финансового рынка и не имеют права предоставлять потребительские займы. Они фактически вводят своих клиентов в заблуждение, предлагая им одну услугу вместо другой. Также в январе-марте выявили две псевдолизинговые компании. Подобные организации предлагают клиентам займы на личные цели, используя схему возвратного лизинга. Они предоставляют деньги при условии продажи имущества, чаще всего автомобиля, по заниженной стоимости. Одновременно заключается договор, по условиям которого заемщик получает это же имущество в аренду. Клиенты убеждают, что лизинговые платежи – это возврат по займу с процентами. Однако на практике малейшее неисполнение условий договора лизинга оборачивается неограниченными штрафными процентами и риском потери имущества. В отличие от кредитов и займов, проценты и неустойки по лизингу ничем не ограничены, поэтому в договоре обычно прописываются огромные пении штрафы. Сами договоры составляются таким образом, что любое нарушение клиентам правил ведет к штрафу, а просрочка платежа может привести к тому, что компания оставит клиента без заложного имущества. Поэтому прежде чем заключать любой договор на предоставление финансовых услуг, нужно внимательно изучить его условия и проверить компанию. Сделать это можно на сайте Банка России. Также Банк России публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокотехнологичное производство, рекламные услуги, общественное питание, организация праздников, клиники и салоны красоты. Во всех этих сферах работают и делают нашу жизнь лучше представители бизнеса. В честь Дня российского предпринимателя в новом Центре культурного развития прошел торжественный вечер. Самых активных, целеустремленных и неравнодушных саровчан отметило руководство города и области. Больше 20% работоспособного населения занято в сфере предпринимательства. То или иной части. То есть 20% работоспособных жителей работают рядом с нами. Вы за них отвечаете. Вы идете их по жизни, направляете, отвечаете за них, за их родителей, за их детей. Это очень большая ответственность. Поэтому действительно это государство, не день в день, не предпринимательство. С учетом закрытой территории, с учетом тех сложностей, с которыми вы сталкиваетесь, вы действительно по-настоящему самая гибкая, наверное, структура, личности, умеющая подстраиваться под любую задачу. Кто-то только начинает набирать обороты, кто-то уже отмечает крупные юбилейные даты. Путь предпринимателя однозначно непрост, но те, кто начинает развивать свое дело, растут вместе с ним. Руководитель рекламно-производственной компании Сарова Алексей Злобин признается, когда открывал бизнес в 2012 году, не ожидал, что трансформация произойдет так быстро. И по прошествии, скажем так, 3-4 лет, мы поняли, что одного станка уже мало, нужно покупать еще один. И на сегодняшний день это большой цех производства. Первые три года ты думаешь, что это все очень просто – организовать свой бизнес и просто в нем участвовать, как творческий человек. Но не тут-то было. Надо управлять фирмой, думать по-другому, делать какие-то решения, переносить трудности с теми же самыми сотрудниками. О взлетах и падениях эти люди знают не понаслышке. Но главная причина, почему они идут вперед – клиенты и покупатели. Ежегодно в городе проходит конкурс «Лучший предприниматель». На праздничном вечере организаторы подвели итоги и наградили победителей в восьми номинациях. Прорыв года совершил Андрей Калинкин. Лучшим в здравоохранении стал Руслан Джафаров. Приз за бизнес онлайн получила Анастасия Добрынина, а за творчество – Анна Козловская. Каждый год для акции «Ночь в музее» художественная галерея выбирает новую тему. В этот раз мероприятие прошло под лозунгом «Сад впечатлений». Яркие вспышки цветов, летние дачи, красота природы и незабываемые эмоции – все в этот вечер сплелось в единое полотно. Открыли «Ночь в музее» выставкой «В моем саду» творческой группы «4D из Москвы». Экспозиция объединила пейзажи садов, усадеб, цветущих парков России и мира. Следом презентовали еще одну выставку «Море цветов», в которую вошли натюрморты, написанные за последние два года в художественной галерее. Картины погрузили зрителей в атмосферу летнего отдыха и идиллии. Мы рады событий, мы являемся сегодня в этой выставке. И я очень рада, что мы сегодня на перескопе от весны лета показываем вам эту выставку учебную выставку. Художники – это наши главные и большие друзья, которые на них приезжают к нам на старовский генер, который в июле состоится. И мы сможем с ними вечно уже пообщаться тогда. А сегодня это совершенно волшебная, волнительная атмосфера расхода художественного юбилея. После торжественного открытия отдали старт новому «Марафону натюрмортов-2024». На протяжении вечера художники писали цветочные натюрморты. В это же время по всей галерее расположились творческие мастерские, игровые поляны, фотозоны и арт-объекты. В киноконцертном зале мультстудия «Кадрики» и медиастудия «Фристайл» «Дыши номер два» представили свои лучшие работы. Там же наградили участников городского кинофестиваля в кадре «Саров» «Ракурс. Магия детства». Поздравляем! Для взрослых гостей представили программу «И снова май. Цветы. Салют» тематического кинопоказа с проектом «Знание кино. Ко дню победы». Тем временем в библиотеке Маяковского прошла бессонница в Маяковке. Сотрудники подготовили для саровчан много активностей в каждом отделе. Ни один уголок не пустовал. У нас всегда в этот день шумно. Проходят экскурсии в наших музеях. Мы в зале военно-морской славы, в музее книги, где сегодня открывается выставка фарфоровых статуэток. Очень интересная и красивая. Девиз нашей бессонницы в Маяковке – читаем всей семьей. Мы читаем, играем. Все желающие могли поучаствовать в творческих мастерилках, игровых программах, побывать на музыкально-поэтическом вечере, пообщаться с профориентологом. На бессоннице говорили и о юбилее Александра Сергеевича Пушкина. Гости могли посетить экскурсию по тематической книжно-иллюстративной выставке, поучаствовать в викторинах, разгадать загадки-заморочки, проверить свои знания сказок Пушкина. Любителей музыки и танца ждала концертная программа и мастер-класс, а также презентация книги про танец фламенко. Посетители библиотеки могли заглянуть и в Музей военно-морской славы, постоять за штурвалом, примерить морскую форму и водолазные костюмы, узнать побольше об истории ВМФ. Все площадки ночи в музее закончили свою работу в 12 ночи. Пограничные боевые сутки начинаются с 8 часов вечера. Поэтому День пограничника ветераны начали отмечать накануне официального праздника, 27 мая. Военнослужащие в зеленых фуражках встретились со служивцами, вспомнили о годах службы и о тех, кто сейчас стоит на посту. Отдали дань памяти тем пограничникам, которые погибли, защищая границы государства. На мероприятие пришли друзья Саровской организации ветеранов, погранвойск и почетные гости. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, с Днем пограничника. История знает много случаев, когда именно пограничники первыми принимали на себя удар со стороны вражеских войск. И зачастую ценой собственной жизни отстаивали нашу территориальную целостность. Игорь Николаевич Имбаров служил в пограничных войсках с 1985 по 1994 годы в Среднеазиатском пограничном округе. За это время был в Московском, Бахарденском, Каахинском пограничных отрядах. Выполнял интернациональный долг в Афганистане. По военной профессии Игорь Николаевич – связист. Был командиром взвода, начальником связи мотоманевренной группы, командиром роты. После 1994 года я уволился и призвался в Саровскую дивизию. Проходил службу на должностях начальника узла связи, заместителя начальника отделения связи. В 2005 году я уволился и с тех пор в запасе. Уволился подполковником. Для Игоря Чембарова был двойной праздник. Он справлял и свой день рождения. Боевые товарищи поздравили именинника в торжественной обстановке и вручили ему подарки. В парке Зернова для пограничников и их родных прошел праздничный концерт, который подготовили воспитанники детской школы искусств и учреждений дополнительного образования. Ребята танцевали, играли на музыкальных инструментах, исполняли военные и патриотические песни. Очень патриотичная и большая честь для меня поступать перед защитниками нашей Родины. Накануне праздника ветеранов погранвойск наградили памятными медалями. Благодарственные письма вручили тем, кто активно поддерживает организацию и работает с ней на постоянной основе. Хочу передать поздравления всем пограничникам, как говорится. Бывших пограничников не бывает. Всем счастья, здоровья, успехов. Успехов в работе, успехов в семейной жизни. Ну, чтобы дети радовали. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Каждый месяц во Дворце детского творчества проходят классные встречи в Сарове, где дети разговаривают со взрослыми, которые трудятся в разных сферах. В мае самое время для важных разговоров про тех, кто защищает нашу Родину. Один из Саровских героев – лейтенант Олег Кузнецов, с которым и прошла очередная встреча. Ребята узнали об учебе Олега Владимировича в Суворовском училище, куда он смог поступить только со второго раза. После долгих тренировок и упорных преодолений себя. О службе в армии, опыте, полученном в ходе участия в специальной военной операции. За три месяца его командировки в Энергодар самым запоминающимся событием стала схватка с дроном. Даже вот возьмем 7 апреля, как, получается, у нас была атака дронами на запорожскую альтостанцию. В этот момент я находился сам на крыше, на энероблоке, и сбил тот единственный ВПИ-дрон, который летел. На встрече затронули важную тему – помощь от школьников для солдат. Олег Владимирович рассказал, что важна любая поддержка. В бою очень помогают сохранять настрой обереги, которые делают дети, и, конечно же, многочисленные письма и открытки. По ходу встречи активно обсуждались различные виды вооружения и техники. Несмотря на возраст, ребята активно интересовались отличиями беспилотников и их способами ликвидации. Есть дрон-разведчик, дрон-камикадзе. Дрон-камикадзе, он, как правило, на самое уничтожение. Он летит для того, чтобы пройти цель. Мальчики и девочки внимательно слушали Олега Владимировича, переживали, и, казалось, живо представляли все ситуации. Очень выделялся один мальчик, который задавал много вопросов по теме и позже рассказал о том, чем хочет дальше заниматься в жизни. Ну, в военном бы хотелось бы стать, но пойти, не знаю, в какие войска. Скорее всего, в ВДВ, ну, офицером становиться. Почему? Ну, нравится тактики использовать, придумывать свои. Классная встреча традиционно завершилась вручением благодарственного письма. В следующем году будет продолжен ряд встреч с представителями разных профессий. Руслан Лапшин, Ульяна Крылова, Объединение журналистика, Дворец детского творчества, для службы новостей, Саров-24. Дело священника созвучно с двумя профессиями – педагог и врач. Для человека он становится духовным наставником и исцелителем души. В детской библиотеке имени Пушкина прошла встреча с представителем Саровского благочения отцом Александром Брюховцом. Что вообще значит быть священником? Можно ли это назвать профессией? Какую работу выполняют священники? И какую роль играет Саровское благочение в жизни всего нашего города? Где они применяют свои силы и помогают нам, саровчанам? Потому что очень часто эта работа может быть незаметна людям. Вот хотелось бы, чтобы ребята задумались и увидели эту работу. И услышали из первых уст какие-то очень важные вещи и напутствия для себя. Встреча со священником стала первым событием в рамках большого проекта «Это твой город, это мой город». На его реализацию Пушкинка получила поддержку международного грантового конкурса «Православная инициатива-2024». Проект посвятили жизни и истории города. Юным читателям будут рассказывать о Саровском благочении, экологии, архитектуре, горожанах и администрации. О том, как все это органично переплетается и взаимодействует. У нас предусмотрены творческие экспериментальные площадки. Мы с ребятами будем изучать в том числе и городскую среду. Посмотрим состояние, ну, к примеру, городских луж. Когда они совсем чистые сразу после дождя и когда проехала машина по той же самой луже. Мы попробуем рассмотреть нашу экосистему под микроскопом. Попробуем встретиться с представителями различных департаментов города. Наша цель самая главная в этом, чтобы ребята поняли, насколько важно быть ответственным гражданином. Потому что когда каждый не только сам за себя, но еще и за весь город, тогда жизнь города становится по-настоящему удобной, комфортной абсолютно для всех. Проект «Это твой город, это мой город» состоит из нескольких блоков. Зато Саров зеленый, зато Саров православный, зато Саров красивый. Главная цель – создать краеведческий семейный досуг. Мы надеемся, что вот все, что мы наработаем в ходе проекта, творческие задания, какие-то интерактивные, игровые моменты, мы сможем в эту игру вложить, и она будет иметь очень большой познавательный эффект. И в то же время будет интересно поиграть в нее всей семьей. Темы, которые удалось обсудить со священником, юные читатели восприняли с интересом. Ребята задавали дополнительные вопросы, сами расшифровывали тематические загадки. Анонсы следующих мероприятий в рамках проекта «Это твой город, это мой город» будут публиковать в группе Пушкин Косаров и ВКонтакте. В России, пожалуй, нет такого человека, которому не звонили бы незнакомцы с предложением каких-либо услуг. Нежелательные звонки от тех, кому вы не давали свой номер телефона – это спам. Он не только раздражает и отвлекает, но порой и вводит в заблуждение. Беспокоят ли рекламные менеджеры и роботы саровчан, и как от них избавляться, пойдемте узнаем. Как с такими бороться? С звонками вообще не пойдет. Не знаю, но вот мне не звонят. Ежедневно, вот ежедневные звонки. Игнорируете такие звонки? Или как-то справляете? Я боюсь, честно говоря, побаиваюсь. Боитесь, что обманут машине? И главное, они не звонят ни с одного, они в Московской области, в Воронежской. Вот сейчас в последнее время звонят недели две. Я только позвонила туда, записалась в Глазнякам, в Чебоксары. Все, Татарстан, и это ежедневно по два, по три раза. Если отвечает, чувствуется, что робот, то просто сбрасываю. Если человек, то можно поговорить. Иногда что-нибудь веселое, бывают люди веселые. То есть пытаетесь это все на какую-то позитивную ноту свести? Типа того, да. Ну а вот информацию, которую они дают в таких звонках, вообще, она полезная? Для чего вообще эти звонки? Да нет, честно говоря, я так и не понял, зачем они нужны. Иногда вот, можно поговорить. А используете ли какие-то программы, которые вот подсвечивают, что это рекламные звонки? Нет, только встроенные приложения самого, ну, телефона. Часто, да, звонят? Очень часто. А подскажите, как думаете, по какой причине вообще такие звонки возникают? Ну, кто-то сливает в сеть постоянно номера. Успокоят ли вас рекламные звонки от банков, операторов всяких? Никак нет. Конечно, как и всех. А подскажите, как вы считаете, вот почему такая проблема, почему звонят совершенно незнакомые номера незнакомым людям? Да все хотят, ничего не делая, получить деньги. Что-то непонятное. А как реагируете на подобные звонки? Вы вообще берете незнакомых? Никак. Я не беру поступки. А есть какие-то специальные приложения, может, программы? Нет. Я просто вижу, что не мой абонент и не беру. Как справляетесь с такими звонками? Обычно отвечаете? Игнорирую. Просто выключаете? Да. А используете какие-то программы, например, которые подсвечивают конкретно? Ну, у меня вот, да, автоматически высвечивается. То есть там связь, интернет, да, то есть если это раз в телеком звонят, либо там банки, там стоматологи, клиники. То есть у меня телефон как бы сам распознает такие звонки. Веселый и полезный досуг ждет соровчан от мала до велика на протяжении всего лета. 27 мая стартовала программа «Каникулы в художественной галерее». Каждый будний день в 12.00 в учреждении будет работать творческая мастерская. Даже если ваши дети приезжают только на неделю в Саров погостить у бабушек, у дедушек, то за неделю вы как раз можете сделать пять новых работ, познакомиться с новыми друзьями, поработать творчески здесь в художественной галерее и посмотреть выставки. Каждую среду гостей будет ждать интерактивная программа. Особенно интересна она будет тем, кто впервые посещает художественную галерею. Сотрудники расскажут детям о картинах, побеседуют на тему искусства. На творческой мастерской дети смогут сделать работу, посвященную лету. Ежедневно в 14.00 сотрудники художественной галереи будут проводить экскурсии по четырем обновленным выставкам. Мы не забыли и о старших, потому что каникулы у нас не только о малышах. И вот, пожалуй, впервые мы именно в этом году, в это лето выставляем в программу еще и наши творческие мастерские для старшеклассников, для обладателей Пушкинской карты, для детей и уже студентов от 14 до 22 лет. Каждый день в 15.00 будет идти творческая мастерская повышенного уровня сложности, специально которую мы приготовили для ребят, которые уже имеют более серьезные навыки в конструировании, в рисовании. Там мы практически ничего не клеим, но вот собираем вместе работу. На экскурсии можно приходить в свободном режиме. На творческие мастер-классы лучше записаться заранее. Каждый месяц программа будет меняться. Познакомиться с расписанием каникул в художественной галерее можно в официальной группе учреждения ВКонтакте. 22 мая на перекрестке улиц Силкина Александровича 26-летний водитель на Хавейл не уступил дорогу пешеходу. Пенсионерка двигалась по переходу. После столкновения женщину госпитализировали. Проводится проверка. По итогам работы за прошлую неделю сотрудниками госортоинспекции Сарова было выявлено 179 нарушений. Из них задержаны 5 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Один из них повторно. То есть в отношении него возбудили уголовное дело по 24-й статье. Главное кодексом. Ежегодно с наступлением лета на дорогах растет количество ДТП с несовершеннолетними. Причина этого – длинные школьные каникулы, в период которых дети много времени проводят на улице. Зачастую без родительского контроля. Хотелось бы, скажем так, к родителям обратиться, этих детей, чтобы они еще раз привели с ними профилактическую беседу о правилах нахождения детей на улице. Что можно делать, что нельзя. Предостеречь, скажем так, тех родителей, которые разрешают несовершеннолетним детям до 14 лет управлять велосипедом самостоятельно. То есть еще раз предостеречь от того, чтобы они не ездили самостоятельно. Без родителей, без, скажем так, старших по городу. Тем более предпринимали попытки по выезду из дворов на дорогу. Также необходимо провести беседы на тему управления электросамокатами. Иногда сами родители становятся инициаторами травмоопасных ситуаций, покупая детям транспорт посерьезнее, например, питбайки. Если такое выявится на дороге, скажем так, родители в данном случае понесут ответственность по статье 5.35 Кодекса административных правонарушений, то есть недлежащего воспитания детей. Питбайк, по своей сути, скажем так, это более относится, скорее всего, к спортивному инвентарю, потому что у них фар нет, задних фонарей тоже нет. Соответственно, данная техника на регистрационный учет не встает, но она и не должна ездить по дорогам общего пользования. Если ваши чадо до 16 лет поймали на питбайке на дорогах города, госавтоинспекторы будут вынуждены отправить материалы в комиссию по делам несовершеннолетних в отношении родителей. Если такому нарушителю от 16 до 18 лет, специалисты обратятся туда же для привлечения ребенка к ответственности. Их можно назвать настоящими укротителями велосипеда. Перед членами отрядов юных инспекторов движения стояли непростые задачи. На ходу перенести стакан с водой, проехать по узкой дорожке, не задев препятствия. Испытания ребята проходили в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса любителей двухколесного транспорта «Безопасное колесо». Сегодня здесь дети будут показывать виртуальное вождение велосипеда в ограниченном пространстве и в определенные временные рамки. Сотрудники госавтоинспекции города Сарово будут шлять судейства. Каждый год у нас происходит такого рода происшествие, когда несовершеннолетние попадают в дорожно-транспортные происшествия. Либо будучи пешеходом, пассажиром и также на велосипедах. Бывают случаи, когда дети не спешиваются с велосипедом, проезжают в пешеходном переходе и попадают от колеса автомашины. Команды из школ города проходили три этапа – медицина, экзамен по ПДД и фигурное вождение велосипеда. Все они демонстрируют уровень знаний, которые пригодятся детям в летний период, когда одним из основных способов передвижения становится двухколесный транспорт. Среди участников соревнования – новички и уже опытные конкурсанты. По их словам, подготовка и само прохождение испытаний – увлекательное и веселое занятие. Я участвую не впервые. До этого я еще участвовала около двух раз на уровне города. И один раз наша команда выезжала на регион. Наша команда собиралась хотя бы раз в два неделю. Повторяли чисто фигурное вождение велосипеда, билеты и оказание первой медицинской помощи. Последнее было самым интригующим. Жюри отметило, что руководители отрядов подготовили достойные команды, практически не уступающие друг другу ни на одном из этапов конкурса. Победителем стала команда ЮИЧ «Школа номер 10» в «Десяточку». Теперь им предстоит продемонстрировать свои знания и умения на областном этапе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова